МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на территории Гомельской области будет ясно. Осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов. Ветер западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Гомельчан приглашают в онлайн-тур по Албании и Сербии. Встреча состоится в Российском центре науки и культуры в Гомеле. В ходе мероприятия будет сделан акцент на бюджетном отдыхе без услуг туристических фирм и дорогостоящих гидов. Организаторы расскажут о древних городах, морских и озерных курортах, крепостях и горах Албании. А также о региональных различиях и этнодеревнях Сербии. Также речь пойдет об особенностях быта и кухни двух стран. Для участников подготовлены и подсказки про удобный транспорт и недорогие хостелы. Заинтересованных гомельчан будут ждать сегодня в Российском центре науки и культуры в Гомеле в 15.00. Вход свободный. Цикл передач «Человек года» — это рассказ о победителях конкурса, людях, достойных того, чтобы с них брали пример, учились с трудолюбию и жизнелюбию. Герой очередной программы — Виктор Петренко, каменщик филиала строительного управления номер 165, ОАО «Строительный трест» номер 14. Он одержал победу в номинации «Мастер» — программа о том, как на протяжении 43-х лет оттачивалось мастерство каменщика Виктора Петренко, как менялся архитектурный облик Гомеля, благодаря в том числе кропотливой и добросовестной работе героя программы. Включайте наш телеканал сегодня в 16.50. Пять туров, пятерка игроков в каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине «Эрудит пятерка». Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» предлагает развеять интригу в воскресенье в 11 часов 30 минут. Классный час – это детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это передача, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 11.55. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управлений и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19.20. В выпусках передачи «Земля наша». Творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сфер услуг, сельских учителей и школьников, творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – это яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» по будням. К другим интересным новостям. Женщина сделала интересную находку в стене собственного дома. Она владеет им уже более 10 лет, но никогда не заглядывала в одно укромное местечко в стене. Однажды это изменилось, и в руках женщины оказалась стопка старых любовных писем без даты и имен. Любопытству не было предела. Хозяйка дома решила узнать о находке побольше. Она поделилась снимком найденного в сети. И увлеченные находкой пользователи предположили, что любовные послания, видимо, были написаны в 30-х-50-х годах прошлого века. Такие выводы были сделаны на основании типа бумаги, языковых особенностей и структуры письма. Также предполагается, что послания были написаны женщиной, обладавшей литературным талантом. Во время уборки в гараже англичанин нашел чайник. Решив узнать, сколько может стоить эта вещица, мужчина отвез находку оценщику. Оказалось, что чайник – ценнейший сосуд, который когда-то мог принадлежать китайскому императору. Кувшин для вина пролежал в гараже более десятилетия. Его привезли в этот дом из Китая во время Второй мировой войны. Теперь находку стоимостью от 20 до 40 тысяч фунтов стерлингов продадут на аукционе. Ученые обнаружили в атмосфере Венеры вещество фосфин. Это может говорить о наличии жизни на второй планете от Солнца. Исследователи отмечают, что наличие фосфина свидетельствует как минимум о существовании на Венере сложных химических процессов. Появление в атмосфере планеты определенного объема этого вещества нельзя объяснить абиотическими процессами. Более того, фосфин был найден в слоях атмосферы, где допускалось наличие живых организмов. Ранее ученые не считали Венеру планетой, пригодной для жизни из-за высоких температур и давления, а также наличие определенных химических элементов в атмосфере. Но теперь специалисты могут начать уделять этой планете повышенное внимание. В сегодняшнем выпуске в рубрике «Есть вопрос» адвокат Екатерина Плотникова расскажет об определении долей в праве собственности на жилое помещение, приобретенное с государственной поддержкой. Данный вопрос очень часто возникает, когда супруги желают разделить совместно нажитое имущество, приобретенное в браке. Как правило, недвижимое имущество, которым является жилое помещение, подлежит разделу между супругами в равных долях. Это общее правило, которое закреплено кодексом о браке и семье. Зачастую, приобретая жилое помещение, супруги в период брака оформляют льготный кредит, либо зачастую выдается льготному кредиту также еще и безвозмездная субсидия на возведение строительства жилого помещения. В данной ситуации сохраняется также общее правило равенства долей между супругами, и в случае раздела такого жилого помещения доли супругов будут признаваться равными. Если речь идет просто о приобретении жилого помещения с привлечением льготного кредита. Иное правило, иной порядок может действовать в том случае, если на приобретение жилого помещения также была выделена безвозмездная субсидия. В данной ситуации во внимание необходимо принимать также весь состав семьи, на которых была начислена данная безвозмездная субсидия. Нормы постановления Пленума Верховного Суда говорят нам о том, что для того, чтобы определить долю в праве собственности на жилое помещение, которое было приобретено с привлечением безвозмездной субсидии, необходимо принимать внимание всех членов семьи, с учетом которых была начислена данная субсидия, которые имеют право также обратиться для определения их доли в данном жилом помещении. Поэтому для того, чтобы правильно рассчитать долю в жилом помещении, на которое была выделена безвозмездная субсидия, нужно знать фактическую стоимость строительства жилого помещения, размер льготного кредита, размер собственных средств, которые были вложены в строительство либо приобретение жилого помещения, а также непосредственно сам размер безвозмездной субсидии. И в завершение субботнего выпуска предлагаем насладиться необыкновенной красоты осенними пейзажами. Полюбуйтесь извилистыми рисовыми террасными полями, расположенными на разной высоте на юго-востоке Китая. Новый день! С вами встречала программа «Утренний Фрэш» и я, Александр Лупиненко. Как всегда, хочу пожелать вам только хорошего настроения и улыбок окружающих. Увидимся в понедельник. Оставайтесь субтитры! Подписывайтесь на телеканале Беларусь4. Гомель